Итак, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. Видос по Warzone и несмотря ни на что, как бы, несмотря на то, что у нас на фоне Cold War, сегодня мы говорим о Warzone, о слитых пушках, о том, какие пушки нас ждут в новом сезоне. И помимо тех пушек, которые уже были слиты, а это Гроза, Дробовик Страйкер, Пистолет-Пулемет Скорпион и Пистолет Макарова, нас ожидает как минимум огромнейший пак пушек, который будет доступен из-за Cold War. Насколько платные или бесплатные эти пушки можно будет открыть именно в Warzone? Скорее всего, их можно будет открыть в Warzone. По одной простой причине. Все пушки, которые можно было открыть в Modern Warfare 19-го, они так или иначе попадали в сам Warzone. Соответственно, вряд ли вас заставят покупать дополнительно Cold War, чтобы открывать эти пушки. А значит, многих ждет веселая прокачка новых стволов. Их здесь не так, чтобы уж и много, но этого контента, по крайней мере, хватит на ближайшие несколько месяцев. И некоторые пушки действительно могут посоревноваться в имбовости с уже действующими папочками в Warzone. На данный момент, я напомню, у нас самые крутые пушки это Кила, это у нас, соответственно, РАМ-7, это Галил, он же АМАКС-56, МП-5. Ну и винтовочки там уже в зависимости от того, кто какими играет. Так, заходим мы, соответственно, в свой класс, открываем винтовки и смотрим. Во-первых, нам будет доступна М-ка. М-ка старого образца. Не то, чтобы она здесь сильно как-то выделяется, но на деле, как бы, обычная хорошая винтовочка. АК-47. Как и в мультиплеере 2019-го года, калаш здесь неплох. Он не является суперкрутым, он много дамажит, но у него, опять же, сниженный темп судьбы. Это, кстати, здесь даже написано. Вот, на средних дистанциях он неплох. Но, что на самом деле неплохо, это Криг-6. Как вы видите, Криг у меня 41-го уровня, он у меня почти, ну почти-почти вкачан на фулл. Очень крутая пушка, мне она зашла в режиме грязная бомба, то есть на средних дистанциях. В практически идентичных моментах, как в Warzone, то есть там средние дистанции, эта пушка действительно разрывает. И вот я чую, чую-чую, что Криг-6 при переходе, соответственно, в Cold War, из Cold War Warzone, будет одной из первых пушек, которую вам стоит попробовать. Дальше идем к УБЗ-83. Очень быстрая винтовка. То есть она довольно хорошо стреляет. Плюсом здесь написано повышенное удобство, быстрая перезарядка, непредсказуемая отдача в начале очереди. Ну, это что-то на уровне ИСО. То есть, кто не знает, есть пистолет-пулемет ИСО. Его тоже очень странно кидает в начале. Но сниженная точность при стрельбе от бедра, как бы, я хотел сказать, что это плюс, но это минус. Это же сниженная точность. Так, вот, ждет нас КУБЗ. Дальше идет последняя винтовочка FFR-1, автоматическая штурмовая винтовка. Вчера начал ее тестить. Во-первых, маленький магазин, всего 25 патронов. То есть мы можем зайти, конечно, здесь посмотреть все абсолютно аттачменты. То есть заходим, смотрим, что у нас тут по магазину. 44 патрона. 44 патрона. Магазин с язычком изоленты. Перезаряжать быстрее. Вьетнамский магазин, который быстро перезаряжает. 34. Ну, то есть 44 патрона. На самом деле, при том, что он будет на 44 патрона, это довольно мощная винтовка. У нее очень быстрая стрельба. Я могу сравнить это с РАМ-7. Но, что отличает именно FFR от РАМ-7? Его не уводит с загогулиной. То есть у него просто сильная вертикальная отдача. Это без аттачментов. То есть я вчера бегал, у меня даже просто 0 модулей было. И пушка действительно хорошо настреливает. Поэтому, вот как я вам предполагаю, вот эти две пушечки, как минимум, вот Крик и FFR будут очень сильны. А Кубы ЗА и XM4, она же, ну, просто МК, короче. Скорее всего, будут средними пушками, которые можно будет использовать. Калаш, скорее всего, в текущем его виде, вот именно такой калаш, он будет не очень хорош. Потому что, ну, блин, это калаш в Warzone, немножко другие приоритеты. Поэтому давайте идем дальше на пистолеты-пулеметы. MP5. MP5 тоже имбовая. Здесь, я не знаю, как и в любой части серии, ППшки намного сильнее всего другого оружия в основном из-за таймингов. Вы можете стрелять раньше и от бедра, что очень сильно влияет на весь геймплей. Потому что вы просто начинаете стрелять раньше. А если вы начали стрелять раньше, у вас больше шансов выиграть. И MP5 здесь уже понерфили. И потом, по-моему, обратно вернули все, что занерфили. И, скорее всего, опять понерфят. Это практически идентичное оружие той MP5, что у нас есть. Я не знаю, добавили нам именно такую же MP5. Потому что, ну, это не имеет какого-то смысла. Дальше у нас идет УЗИ. УЗИ здесь тоже неплохо наваливает. Особенно очень хорошо стреляет от бедра, я не знаю. А вот здесь с улучшенной эргономикой повышенная точность льбы от бедра. То есть без, уже без каких-либо модулей. Она изначально лучше, чем другие ПП-шки стреляет от бедра. Собственно, это мне и показывали. Когда челы прыгали около меня и стреляли, попадая все. Вишенка, вишенка. Вот что я думаю. АК-74У. Он же там типа автомат Калашникова укороченный. В чем прикол? Может показаться, что это то же самое оружие, что у нас есть сейчас в Modern Warfare 19-го года. То есть вы же можете там собрать, по большому счету поставить короткий ствол. Вы можете поставить такой же скелетный приклад. Вы можете поставить даже пятерки. Но самое главное отличие этого Калаша от того, что есть у нас уже сейчас, это класс пистолетов-пулеметов. Итак, кто не знает, в Modern Warfare 19-го года все оружие завязано на таймингах. То есть у вас есть Sprint Out Time. Точнее это не называется не Sprint Out Time, это называется Sprint to Fire. А Tactical Sprint to Fire, ADS Time, ну и Time to Kill в среднем. То есть в среднем есть как минимум 4 тайминга. Это не включая ваш пинг, вашу реакцию. То есть вообще этих таймингов становится там H6. Самые главные тайминги это Sprint Out Time, Tactical Sprint Out Time и ADS. Во-первых, пистолеты-пулеметы всегда имеют практически в два раза меньше Sprint Out Time и Tactical Sprint Out Time, в отличие от, соответственно, штурмовых винтовок. То есть чисто технически вы можете в Warfare 19-го года сделать себе из AR типа пистолет-пулемет. Но на деле это не будет пистолетом-пулеметом, потому что любая пепка с земли даже без модулей будет целиться и стрелять. И самое главное, стрелять, наваливать от бедра, от бедра быстрее, чем ваша, допустим, не знаю, М-ка на парабелумах. Или ваш калаш короткий и на пятерках. Он все равно будет иметь 400 МС при прицеливании после, ну, для стрельбы после бега. Что убивает весь смысл этой винтовки. В нашем же Cold War'е АК-74У имеет класс пистолета-пулемета. И если АКУ окажется в пистолетах-пулеметах на пятерках, 40 урона, это много, между прочим. Вот эта пушка имеет все шансы стать имбовой. Потому что она хорошо наваливает от бедра, она достаточно быстро стреляет и у нее много урона. То есть, вот это, скорее всего, заменит вот это. Именно в Modern Warfare. Потому что, ну, опять же, вы сможете стрелять на чуть более дальнюю дистанцию. Потому что, например, пистолет-пулемет МП-5, он стреляет примерно на 10 метров без потери урона. То есть, на 10 метров вы наваливаете с МП-5 где-то 49 в голову. Ну, и, соответственно, там где-то 25 в туловище. В то время как калаш на пятерках, уже даже тот, который есть у нас в Modern Warfare, наваливает 40 урона на дистанцию почти в 30 метров. Это очень много. Но, опять же, как я вам говорил, вот эти тайминги, они очень сильно решают. И из-за этого МП-5 намного адекватнее в этом плане. Дальше у нас идет пистолет-пулемет КСП-45. В чем прикол? Это пистолет-пулемет, который здесь стреляет отсечкой. И в колдворе оружие с отсечками просто невозможно. Я вам, ну, я не шучу, но практически все оружие, которое стреляет здесь отсечкой, убивает за одну отсечку. Но это, соответственно, условности этой игры. То есть, здесь оружие наваливает таким образом. В Warzone, скорее всего, при его дистанциях, именно те пушки на отсечках, которые здесь имбовые, они не будут так наваливать. Но вот пистолет-пулемет, пистолет-пулемет, стреляющий по три патрона, возможно, будет иметь место быть. Балфрок. Ну, по сути, это тот же самый Бизон. То есть, Бизон у нас точно такой же, абсолютно точно такой же емкость магазина. Здесь у него, правда, 50 патронов, насколько я могу судить. Идем дальше. Тактические винтовки. У нас есть, что, какое-то подобие СКС-ки. Ну, это очень сильно похоже на СКС-ку. Оружие, опять же, ДМР-ки здесь сильные, но ДМР-ки на отсечках. То есть, вот М16 вот такая, и АУК стреляет отсечками. АУК высекает просто с одного, я не знаю, с одной отсечки. Он попадает вам в верхнюю часть туловища, даже просто в туловище, три пульки, все, вы умерли. При этом он наваливает так вообще без модулей. То есть, вы еще ничего на него не поставили, он уже наваливает. Поэтому, ну, в колдворе это имеет место быть, потому что здесь не такие дистанции. Я не думаю, что вот эти две винтовочки начнут хорошо наваливать в арш-зоне, опять же. На дистанции отсечка очень сильно теряет в не то что уроне, а в потенциале попадания всеми тремя патронами за один выстрел. То есть, вы не можете уже сцелиться в голову, чтобы попасть побольше в голову. Вам приходится стрелять в туловище, а это уменьшает урон. Плюс там большая дистанция, плюс все будет баланситься под варзон. Идем дальше. У нас, соответственно, ДМР-ка. Ну, по большому счету, это что? Это у нас что-то похожее на ту же самую ЕБР-ку, СКС-ку. Не важно. Думаю, это примерно одно и то же, поэтому разницы особо нет. Ручные пулеметы. Стонер, РПД и М60. Ничего про пулеметы сказать не могу. Я вообще не любитель пулеметов. Я считаю это оружие очень странным. И, блин, кому нравится бегать с пулеметом, когда можно бегать не за, со штурмовкой. А еще лучше со снайперкой. Так что про пулеметы еще сказать не могу. Скорее всего, будет все то же самое. Большая отдача, много патронов, долгая перезарядка. Ничего ошибка интересного. Ну и последний у нас идет снайперской винтовки, Пеллингтон. Это у нас практически аналог R-700, который у нас уже есть. То есть, ну, здесь по форме даже все это примерно понятно. Дальше у нас есть LV-3 Тундра. По форме похож на АВМ или, ну, опять же, АВМ из PUBG. То есть, ну, вроде прикольно. Дальше у нас есть М82. Это у нас тот же самый Барретт, он же Райтек, который у нас уже есть в Modern Warfare. Блин, что здесь сделали с винтовками, это просто ужас. Во-первых, им добавили спринтаут тайм, постоянный 450 мс. Во-вторых, здесь всего один модуль, который увеличивает скорость прицеливания. И это рукоять с накаткой, ну, грубо говоря, обмотки. И больше ничего здесь не прибавляет прицеливания. Я думаю, во-первых, помимо того, что все эти пушки будут баланситься под Warzone, модули также будут переделаны. Потому что здесь, например, лазеры, они не дают ничего. То есть, вот ствольная коробка, у нас здесь есть пылестойкий диодный лазер, повышающий точность стрельбы от бедра. Но вы не сможете себе здесь найти лазер, который как тактически дает скорость прицеливания. Здесь у нас есть, допустим, подствольный фонарик. Кстати, фонарик это замена, по большому счету, слота перков. То есть, в MV19 есть перки, которые позволяют на дистанции обнаруживать цель. То есть, у них ники будут подсвечиваться. И это вроде не особо юзабельно. А вот в Modern Warfare это вполне себе, точнее, в Cold War это вполне себе неплохо работает. То есть, вот у нас здесь рукоять. И все, что она делает, 12%. 5%. 12% время прицеливания. И все. Все. 12%. То есть, на деле, это дает где-то 30 мс скорости прицеливания. Здесь очень сильно хейтят снайперки. И я, допустим, я не знаю, зачем так делать. Так. Кстати, я забыл. Еще есть пулеметы. Ой, пистолеты. Заходим. У нас здесь 19-11. Есть Magnum. Diamante это, по большому счету, та же самая Ринетти. Кстати говоря, пистоли здесь наваливают неплохо. Особенно здесь просто, не знаю, ебейший Magnum. Чуваки с Акимбо-Магнумами бегают и попадают на расстояние метров 30 в тебя просто с двух стволов в прыжке. И это просто жесть. Не знаю, они ваншотают. Прямо смысла, они ваншотают. Дальше у нас здесь дробовик. Кстати говоря, здесь дробовики у нас идут в втором слоте. То есть, вы можете взять снайперку и, не ставя себе джокеры, взять, допустим, себе дробовик. Это жесть вообще. Галла, по-моему, уже понерфили, но он раньше прям наваливал очень сильно. Ну и, в принципе, здесь дробовики сильные. Но это, опять же, в условностях Cold War. Дальше идем. Гранатометы. Ну, дефолтный РПГ-7. Кигмайт у нас та же самая стрела, насколько я могу судить. Она точно так же приклеивается к киллстрикам, которые летают по воздуху и, соответственно, сбивает их. Рукопашная. Ножик у нас тут тоже есть. И особая М79. Блин, если эту пушку добавят в дропы с земли, это будет круто. Ну, типа, это тот же самый бульдог. Вот этот гранатомет-бульдог, который сейчас выпадает. Только, ну, он по одному заряду стреляет. Я думаю, как бы берданка была бы покруче вместо вот этого бульдога. Ну, и все. На этом у нас различия окончены. То есть, я не думаю, что нам добавят перки, как отсюда. Я не думаю, что нам добавят Джокера. Но все возможно. То есть, на данный момент мало известно касательно того, что именно поменяется в Warzone. Кроме того, что в него введут все оружие из колдвора и добавят новые пушки. Надеюсь, вам видосик был интересен. Можете приходить на стрим, можете подписаться. Ну, и приходить на стрим, опять же. Всем спасибо. Всем пока.